Очень приятно, что вы сегодня с нами. Я представлюсь. Меня зовут Анна Елисеева. Я продюсер литературной мастерской школы БЭН. И сегодня у нас открытая лекция с прекрасной яной лекцией, сательницей к курсу «Магический сюжет». Наш курс стартует 25 мая. Можно на него записываться. В конце я еще озвучу, что мы приготовили для вас небольшой подарок. Для того, чтобы у вас был бонус, который можно будет сегодня увидеть вечером. Пока немножечко просто расскажу про курс. Буквально одну минуту. На курсе будем учиться и делиться опытом, как писать фэнтези, как писать магические сюжеты, как писать магический реализм. И с нами такие замечательные преподаватели, как Шамиль Зиатурин, Мария Галлина, Марина Масквина. Диченко и Татьяна Сергея. В общем, просто курс очень классный, по-моему. И вы на нем научитесь писать, ну как не научитесь писать, а попробуете написать свои пять рассказов полноценных. И у вас дается шанс на публикацию, потому что мы подаем лонглист в несколько издательств, они отбирают. В общем, если что, по ссылке вся информация полная, можно зайти почитать. А сейчас я попрошу следующий слайд нажать. Яна, вы видите, у нас сегодня спикер просто чудесный, прекрасный. Я уже заказала две книги, которые вышли. Я обожаю фэнтези. И вот Яна молодой автор, мы ищем молодых авторов в том числе. Я еще не успела почитать, но я с нетерпением жду, когда я почитаю эти книжки. Мне кажется, это будет суперинтересно, потому что в основном издается сейчас много чего. Но вот эти книги, по-моему, очень должны быть интересны. И я сейчас буду передавать слово Яне. И мы начинаем уже непосредственно тему нашей лекции сегодняшней. Яна, здравствуйте. Спасибо, что вы пришли к нам. Спасибо вам, что вы меня пригласили. Приятного чтения. Здорово, что вы заказали книжки. Всем привет. Жалко, что я не могу всех видеть, но я ужасно рада каждому из вас. И я думаю, что здесь сегодня собралась очень разнообразная аудитория, потому что, как я понимаю, это вебинар прежде всего для начинающих авторов. Но начинающий автор, как известно, это понятие такое достаточно растяжимое. Может быть, вы уже написали какие-то тексты. Может быть, какие-то из этих текстов уже даже были изданы. Может быть, пока что вы еще ничего не написали, но чувствуете в себе желание написать. Или, может быть, есть какие-то тексты, но пока что вам не нравится, как это работает, и вы хотите получить какие-то инструменты или, может быть, получить вдохновение для того, чтобы тексты начали работать лучше. В любом случае, что бы вас сюда не привело, я уверена, что это не случайно. И я надеюсь, что мы хорошо проведем следующие полтора часа. Да, у нас полтора часа. Я очень люблю фэнтези, и я постаралась для сегодняшнего вебинара собрать, в общем, всю такую информацию, которая могла бы помочь лично мне, когда я начинала. На данный момент, ну вот, как было сказано, я публикующийся автор. У меня есть две книги Янка Далта, подростковая фэнтези, постапокалиптическая, изданная издательством Альпина Паблишер, и есть еще две книжки, которые по невероятному совпадению выходят обе этим летом. Это «Отсутствие Анны. Магический реализм» и «Эксмо», и это «Городское фэнтези. История семи дверей» издательства Никея выпустят. Более детская книга на более детскую аудиторию. Что касается... Ну, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Что касается сегодняшней темы, что я предлагаю сегодня сделать, чем предлагаю заняться. Ну, во-первых, я надеюсь, что мы вместе соберем основные компоненты хорошего фэнтези, и, может быть, вы тоже что-нибудь подскажете, потому что в конце у нас будет время для того, чтобы задать вопросы, что-нибудь вместе обсудить, и я надеюсь, что вопросы будут. Мы посмотрим, как эти компоненты работают, из чего тексты складываются на примере каких-то уже известных литературных произведений. Я постаралась брать в качестве примеров достаточно знаменитые тексты. Скорее всего, вы все эти тексты читали, или, по крайней мере, о них слышали. Но даже если какой-то текст окажется вам незнакомым, вообще ничего страшного. Я буду в любом случае пояснять, какой именно аспект произведения я имею в виду, поэтому думаю, что в любом случае все разберутся. И самое важное, мы отметим, выделим какие-то основные ошибки, ошибки, которые чаще всего допускают в тексте молодые начинающие авторы фэнтези. Дело в том, что у меня такой интересный опыт. Я в этом году уже третий год состою в жюри литературного конкурса «Новая фантастика». Меня туда позвали после того, как в 2018 году я заняла первое место. И, в общем, с тех пор я бессменно соглашаюсь снова и снова поучаствовать. И в рамках работы приходится читать очень много текстов начинающих авторов. Многие из них хороши. Но при этом, читая их, видишь, что есть одни и те же ошибки. На самом деле одни и те же повторяющиеся. И эти ошибки часто встречаются в том числе уже и в изданных текстах, и в крупной форме. И я уверена, что я и сама каким-то из них до сих пор грешу. Но, тем не менее, мне кажется, полезно знать, чтобы потом по мере работы рефлексировать и стараться их не допускать. Ну и, конечно, поговорим о том вкратце, что такое вообще фэнтези, зачем его писать, чем именно этот жанр хорош для автора и для читателя, и какие особенности нужно учесть, если вы решили все-таки поработать именно в этом жанре. Из чего хорошая фэнтези-книга складывается. Начнем с того, что вообще понимать под словом фэнтези, наверное, вы уже услышали, что я назвала фэнтези жанром. Предлагаю на эту тему не спорить, не дискутировать, хотя я понимаю, что позиция это спорная, и некоторые называют фэнтези, фантастику, киберпанк, стимпанк и так далее, и так далее, направлениями, художественными методами, жанрами. В любом случае, мне кажется, это не столь важно. Важно то, как именно мы характеризуем то или иное явление. И под фэнтези я предлагаю понимать текст, в котором действия происходят в неком необыкновенном мире, который работает на фэндопущение, которое невозможно объяснить законами известной нам реальности, как законами физики, так и любыми другими законами. И именно вот этот необыкновенный мир, мир, который для нас необычен, не познаваем, это, пожалуй, и есть главные условия существования текста фэнтези. При этом, возможно, варианты. Это может быть ситуация, когда герой с самого начала родился и живет в необыкновенном мире, как это происходит, например, в тексте Толкина. Другой вопрос, что там интересно, что его герои до того, как пуститься в путешествие, ничего, в общем, про этот мир не знают особенно, но так ли это сильно отличается от нашего реального мира, когда мы живем в какой-то одной стране. Сейчас у нас еще и такая ситуация, что особо и не попутешествуешь, но и раньше действительно мало встречается людей, которые объехали весь свет и знают все-все-все. Наверняка есть очень много стран, которые могли бы быть восприняты как самые настоящие фэнтезийные миры. Еще один вариант – это вариант, когда соседствует обыкновенный и необыкновенный мир, и об этом либо знают все, либо знают, кому надо, кому надо, те знают. Вот, например, в текстах «Роулинг», в «Гарри Поттере» именно так и происходит. У нас есть магическая Англия, у нас есть магловская Англия, и, в общем-то, они друг с другом соприкасаются, и судя по тому, что прекрасно общаются между собой министр магии и премьер-министр Великобритании, соприкасаются довольно сильно. Еще один вариант – это пресловутые попаданцы. Пожалуй, самые известные попаданцы – это братья и сестры Певансе из «Хроник Нарния», которые попадают из обычного мира в мир магический, необыкновенный, волшебный. Ну и, наконец, еще один такой нетривиальный вариант – это вариант, когда мир, который сначала был обыкновенным, в ходе некоторых событий становится необыкновенным. Здесь, кстати, очень часто уже идет соприкосновение фэнтези и постапокалипсиса, и это очень популярное сейчас направление, оно очень нравится людям. Думаю, тому есть причины, потому что фэнтези и постапокалипсис очень крутые по отдельности, и, конечно, появляется вполне законное желание их соединить. Вот, например, в романе Диченко на слайде, как пример «Армагеддом» как раз такая ситуация. Описывается мир, который очень похож на наш с вами, и понятно, что когда-то он был самым обыкновенным, но потом, в ходе некого события, мы не знаем, что именно произошло, в этом мире каждые N лет начал происходить самый настоящий Армагеддон, от которого спастись можно только в неких вратах. Как эти врата или ворота появляются, как они работают, никто не знает. И, в общем-то, в этом и заключается такая завязка и основной двигатель сюжета. Почему мы так любим фэнтези? Почему мы его хотим читать? Почему мы хотим его писать? И почему фэнтези настолько популярна именно сейчас? А мне кажется, нет сомнения в том, что действительно именно сейчас такой пик популярности. Даже если посмотреть, ладно, не на книги, но на самые популярные сериалы, оставим за скобками «Игру престолов», которая уже отгремела, и два года назад уже был финал, но все больше снимается других фэнтезийных сериалов, и чаще всего они имеют какой-то книжный первоисточник, основу, как, например, «Темное начало» или «Тени кость», который недавно вышел. Людям хочется фэнтези, хочется читать, хочется смотреть и, в общем, хочется писать. В чем здесь дело? Ну, мне кажется, что, во-первых, это объясняется тем, что жизнь фэнтези интереснее, спорить с этим трудно. По крайней мере, она кажется нам интереснее, чем наша собственная, за счет того, что фэнтезийные, магические, необыкновенные миры предлагают людям какие-то яркие, сложные вызовы, которых не предлагает реальный мир. Если мы изо дня в день ходим в офис или в школу, или в университет, и жизнь наша достаточно рутинна, неудивительно, что через какое-то время мы начинаем тосковать по каким-то невероятным приключениям, сложным, решительным поступкам, моральному выбору. На самом деле реальный мир тоже все это предлагает, но всегда приятнее фэнтезировать в рамках какой-то красивой реальности, красивого мира, и почему-то в рамках этой реальности всегда кажется, что я показал бы себя лучше, лучше, чем здесь. И, соответственно, в фэнтези персонажам также позволено быть ярче, смелее, импульсивнее, загадочнее, чем реальным людям, и при этом от возраста это не зависит. То, что было бы воспринято как какая-то гипербола, преувеличение в реалистичном художественном тексте. Фэнтези работает прекрасно. И почему так популярен сейчас Янка Даут, фэнтези Янка Даут, потому что, как я уже сказала, это не зависит от возраста, и если посмотреть на популярную сейчас серию книжную Ли Бардуга «Тени кость», и там еще одна, по-моему, «Шестерка воронов», там как раз это во всей красе, потому что герои самые разные, пираты, преступники, маги, и они все необыкновенные, у них потрясающие навыки, сложная семейная история, конфликты, темное прошлое, и при этом им всем там 16, 17, 18 лет, почему бы и нет. Кроме того, и это такой важный момент, фэнтези это язык, на котором можно говорить о проблемах реального мира гораздо более продуктивно, чем на языке реализма. Мне кажется, что это действительно так, поэтому, когда я слышу какие-нибудь утверждения о том, что «Ой, да он только фэнтези читает, да это же фантастика, да это ерунда», как правило, я начинаю, в общем, начинаю нервничать и, в общем, впадать в такое гневное состояние, потому что мне кажется, что фэнтезийные, фэнтестические тексты, они как раз могут быть очень важны. Приведу пример, допустим, если у нас есть какая-нибудь проблематика, связанная с расизмом, вероятно, человек, имеющий в силу некоторых обстоятельств, да, каких-то жизненных расистские убеждения, вряд ли будет читать реалистический роман об этой проблеме, вряд ли вообще будет его читать, а даже если прочитает, вряд ли изменит свое мнение. С другой стороны, если он, например, прочитает фэнтезийный текст, в котором есть схожая проблема, но она работает, не с человеческими расами, а, например, с какими-нибудь магическими, он может начать сопереживать, он может начать задумываться, а уже потом перенести свое впечатление, этот опыт на реальный мир. Ну и, конечно, приходится признать, что фэнтези это также очень крутой способ эскапизма, а вот и кошка. Приветствует вас тоже, тоже большой любитель фэнтези. Ну, понятно, что любой читающий человек так или иначе грешит эскапизмом и так или иначе в нас есть, в нас ярко выражено желание убегать хотя бы на время из реального мира, проводить время в другом, особенно если мы не только читаем, но и пишем. И фэнтези в этом плане это прямо идеальная дверь в другую реальность, потому что она дает еще больше пищи воображения. Перейдем, собственно, к тому, из чего текст складывается. На самом деле не только фэнтезийный, любой текст, я бы, пожалуй, выделила пять основных таких столбов, пять основных опор, и в случае с фэнтези я их расположила на слайде в порядке от самого значимого к наименее значимому, на мой взгляд. Я понимаю, что это суперспорно, и мне самой, например, как человеку с филологическим образованием очень больно ставить язык на четвертое место, а идею вообще на пятое. Но тем не менее я неспроста ставлю на первое место персонажа, а на второе место антураж, и сразу говорю, что в рамках вебинара наверное больше всего внимания получится уделить именно этим двум вопросам. Почему персонаж важнее всего? Ну, дело в том, что об этом, кстати, очень часто говорят на всяких курсах для сценаристов, как правило, персонаж это именно то, что привлекает нас к тексту. Может быть, очень красивый, интересный мир, ради которого мы возьмем книжку и начнем ее читать, но если персонаж скучный, если он не вызывает сопереживания, если в книге нет кого-то, с кем мы можем себя отождествить, скорее всего, книга не пойдет, скорее всего, антураж без персонажа, без личности не вывезет книжку. Антураж, ну, вообще, наверное, было бы логичнее поставить его на третье место, но в случае с фэнтези я поставила намеренно на второе, потому что мне кажется, что фэнтезийный текст, где очень многое зависит как раз от того, каков мир, который описан, насколько он красив, насколько он интересен, насколько в него хочется возвращаться. Вот здесь, конечно, антураж предельно важен, и есть авторы типа Чайны Мьёвеля, я не знаю, возможно, кто-то читал его тексты, даже очень может быть, вокзал потерянных снов, рельсы, город и город, на самом деле очень много всего. Вообще, про Чайну Мьёвеля говорят, что это не фэнтези, а новый жанр под названием Weird Fiction, потому что он пишет очень странные вещи. Ну, надеюсь, он меня простит, я бы назвала это все равно просто фэнтези, потому что он пишет истории, происходящие в необыкновенных мирах, которые не получается объяснить с точки зрения общечеловеческой логики. Так вот, Мьёвель, мне кажется, это яркий пример автора, у которого антураж работает настолько хорошо, что что именно будет происходить в рамках этого антуража, в общем-то, уже не важно. Допустим, я прочитала вокзал потерянных сновидений, и я помню, что я просто погрузилась в эту книгу, это было потрясающе, необыкновенный мир, жукоголовые существа, люди-кактусы, что происходит, и буквально через несколько недель после прочтения я поняла, что я не помню персонажей, я даже сюжет не помню, вообще ничего про эту книжку не помню, хотя обычно я запоминаю такие вещи очень хорошо, но я помню мир, он был настолько яркий, и опыт погружения был настолько потрясающим, что всё равно очень понравилось. Ну, дальше идёт, естественно, сюжет, так или иначе, какая-то история, которая должна быть рассказана, это кажется очень очевидным, но на самом деле здесь сложно не обижать начинающих людей, которые присылают тексты на конкурс «Новая фантастика», который я упомянула, но, скажем так, вроде бы все понимают, что история важна, но не всегда история в тексте есть, не всегда на самом деле есть что-то, что было рассказано, а должно бы быть, ну и, разумеется, язык, да, и какая-то идея, которая лежит в основе произведения. Собственно, начнём с героя, раз уж я его поставила на первое место, придётся отвечать за своё решение. Как я уже говорила, именно с героем отождествляет себя читатель, да, причём сейчас вот такая пошла мода, наверное, прежде всего из-за популярности «Игры престолов», но, наверное, в какой-то мере это было всегда, пошла мода писать тексты, в которых есть множество вокальных персонажей, то есть персонажей, от лица которых мы видим происходящее, и это достаточно хорошее решение, потому что есть вероятность, что читатель, если ему не полюбился один герой, да, из центральных, он выберет себе для отождествления другого, и очень хорошо. Я вот, например, с этим столкнулась в случае с «Миром из прорех», потому что у меня в первой части трилогии два персонажа, от лица которых там все происходит, во второй части трое. И я часто наталкивалась на отзывы в духе, вот там, один персонаж раздражал, зато другой ужасно понравился, причем были отзывы и наоборот, да, кому-то наоборот второй больше зашел. Очень удобно, если бы был один, да, который оказался раздражающим, возможно, читателю было бы не так интересно проходить вместе с ним через историю. И, безусловно, именно сопереживание героя заставляет нас читать дальше. Есть, на самом деле, очень простое доказательство того, что мы читаем текст именно благодаря персонажу. Наверняка, у каждого из вас есть какая-нибудь любимая книга, здесь напрашивается, пишите в чатик, вот, чтобы у нас был список из классных книжек, которые можно почитать на досуде. Так вот, наверняка, какую бы книгу вы не назвали, да, вы вряд ли перечитываете ее снова и снова, снова и снова, потому что вам интересен сюжет. Ну, это абсурдное предположение, вы уже знаете сюжет, вы знаете, чем закончится, да, от того, что там, не знаю, мы 200 раз перечитаем 100 лет одиночества, финал не изменится, ну, я не буду говорить, что там за финал, да, но он не изменится. Мы перечитываем не потому, что мы надеемся, что все закончится по-другому, не потому, что нам повторно интересно через сюжет пройти, мы перечитываем прежде всего потому, что нам хочется вернуться к этим героям, нам хочется соприкоснуться с их внутренним миром, почитать какие-то остромные идеологии, почувствовать себя в их шкуре, вместе с ними через что-то пройти и вырасти. И вот этот рост, мне кажется, это еще одна важная точка, для которой нужен персонаж, да, именно герой, именно герой, это тот компонент текста, который делает нас лучше, который включает нашу эмпатию, который заставляет нас сопереживать герою, переживать из-за неправильных решений, радоваться каким-то хорошим решениям, думать, что а здесь я бы поступил по-другому. Чаще всего, да, когда задают вопросы дети, да, там, подростки или их родители о том, зачем в современном мире человеку читать и так ли это важно, ведь есть много других источников, да, контента, можно смотреть фильмы, сериалы и вообще много есть всего клевого, вот компьютерные игры, которые действительно бывают настоящим произведениям искусства, но мне кажется, что здесь самый важный момент, что именно литература, да, именно тексты позволяют нас, позволяют нам, извините, хорошо прокачивать эмпатию, навык сопереживания другому. Собственно, что должно быть обязательно у хорошего персонажа фэнтези, ну, на самом деле, у любого персонажа, да, но у персонажа фэнтези в том числе. Чтобы запомнить, предлагаю вот такое правило, оно на самом деле не мое, но очень мне понравилось, правило станция. Слово станция помогает нам запомнить, что должно быть у каждого персонажа обязательно. Четыре согласных, четыре обязательных компонента. Первый, С, сокровище, второй, Т, тайна, третий, Н, недостаток, и четвертый, С, цель. Сейчас расшифрую, что имеется в виду, хотя, наверное, вы уже догадались. Будем действовать на примере, ну, вот хоть бы и Сириуса Блэка, в конце концов, он нарисован на слайде, и почему бы и не про него, да, Гарри Поттера наверняка многие читали. Сокровище — это какие-то положительные черты характера персонажа. Это что-то, что заставляет нас ему сопереживать, что-то, что мы хотели бы видеть в самом себе, что-то, что... чему мы, может быть, немножко позавидуем. В случае с Сириусом Блэком, да, это его преданность, он очень преданный друг, он обожал своих друзей и был готов за них умереть, и, да, сбежав из тюрьмы, он готов на все, чтобы защитить Гарри Поттера, которого он никогда не видел, да, но это сын его лучшего друга, поэтому он готов пожертвовать жизнью ради того, чтобы его спасти. Надеюсь, я сейчас никому не спойлерю, но тут уж, извините, совсем без примеров никак не получится. С тайной все тоже понятно, да, должен быть какой-то секрет, должна быть какая-то загадка, что-то, что мы узнаем не сразу, но на что будет дан какой-то намек. Ну, в случае с Сириусом Блэком понятно, да, вот сейчас опять будет страшный спойлер для тех, кто не считал Гарри Поттера узник из Кабана. Изначально мы думаем, что Сириус Блэк это маньяк, который предал родителей Гарри, да, и хочет теперь убить его самого, но оказывается, что все было совсем наоборот, да, что он не маньяк, а тот, кто пытается противостоять этому предателю. Н. Недостаток. Очень важная штука, про которую очень часто забывают начинающие акторы при конструировании персонажа. У героя обязательно должны быть недостатки, даже если это главный герой, даже если вы хотите, чтобы ему сопереживали, у него должны быть какие-то слабые стороны в обязательном порядке. Что-то, из-за чего мы, кстати говоря, может быть, этого персонажа пожалеем, или что-то, за счет чего мы почувствуем над ним некоторое превосходство, подумаем, ну да, он такой классный, конечно, но он не может справиться вот с этим, а я бы смог, или там, бедняжка не может разобраться со своей зависимостью, вот ведь какой бедненький. Это дополнительная эмоция, да, если бы у героя не было вообще никаких уязвимостей, было бы гораздо хуже. Вот в случае с Сириусом Блэком, да, понятно, что он очень вспыльчивый, он часто действует необдуманно, ну и, в общем, в итоге это, к сожалению, закономерно для него заканчивается. Ну и, наконец, цель. Это тоже очень важно. У каждого персонажа обязательно должна быть цель. Цели могут меняться, может быть, на протяжении текста будет несколько целей, но должно быть что-то, что двигает его вперед. Опять же, это такая штука, которую я у сценаристов подслушала, да, про то, что если в вашем тексте попалась сцена, которая не приближает ни одного из участников к достижению цели, это сцена лишняя. И на самом деле я с этим согласна. То есть, бывает, что есть какое-нибудь искушение вставить сцену с очень хорошим и стромным диалогом, но при этом, если за счет этого диалога в сюжете не подвинулось вообще ничего, никто из героев не продвинулся дальше, очень велика вероятность того, что сцену можно убрать и текст от этого не пострадает, наоборот, только выиграет. Итак, как я обещала, основные ошибки, ну, во всяком случае, я их вижу как основные, да, я постаралась основные выделить. Первое, слишком хорошие герои, да, пресловутая Мэри Сью, это то, что всем набило оскомину. Не хочу обидеть любителей франшизы Сумерки, если они есть в чате, вот, ну, о вкусах не спорят, как известно, но тем не менее, да, главная героиня этой франшизы, это как раз достаточно стереотипный пример Мэри Сью, то есть героиня, которая всем хороша, и, в общем, у нее нет никаких особых недостатков, но, кстати, в конечном счете это играет с образом злую шутку, да, потому что, когда персонаж настолько, ну, вот не обладает какими-то отрицательными чертами характера, он, скорее всего, станет никаким, ну, в общем, с главной героиней, насколько я помню, это и произошло. Следующий вариант это, наоборот, герой слишком плохой. Я привела в качестве примера президента Сноу из Голодных Игр, скорее, как такой отрицательный пример, да, слишком плохого героя, героя, который не слишком хорошо сработал, да, он настолько плохой, у него вообще нет ни одной положительной черты характера, нет ничего, чтобы объясняла его жестокость, нет какой-то мотивации, которая бы, ну, хотя бы немножечко оправдала бы его, да, там, садистические методы, и из-за этого он неинтересен, он довольно слабый антагонист. Кстати, наверное, автор франшизы это почувствовала и сама, потому что, насколько я помню, сейчас вышла новая книга, боюсь соврать, по-моему, баллада о птицах и змеях, и, в общем, как я поняла, это как раз такая история после прошлого вот этого самого президента Сноу, ну, может быть, герой станет поинтереснее. Вот, положительный пример это Дарклинг из серии Тени Кость, которую я уже упоминала, может быть, вы ее читали, может быть, смотрели сериал, ну, не буду рассказывать в подробностях, да, но важно то, что это как раз интересный герой, он злодей, но он настолько продуман, и его мотивация настолько хорошо прописана, что в сочетании с тем, что характеры очень обаятельны, это дает потрясающие результаты, да, полно комментариев, рецензий, отзывов, в которых люди пишут, что вот он-то и есть главный герой, да вообще он должен победить, он самый замечательный, и непонятно, почему другие читатели этого не видят. Тут, кстати, мы выходим на такую интересную историю, интересный вопрос, да, про романтизацию зла и про романтизацию, может быть, насилия, чего-то такого, впрочем, боюсь, это уведет нас немножко в другую степь, просто так как я сама сейчас работаю над текстами Янка Дау, я об этом довольно много думаю, думаю о том, где вот эта грань, да, между желанием создать сложного, противоречивого, отрицательного героя и моментом, когда этот самый отрицательный герой, однозначно злой, начнет текстом в той или иной мере оправдываться. Ну, если у вас есть какие-то идеи, да, важно ли это вообще, или на самом деле, может быть, можно за этим и не следить, то пишите, пожалуйста, в чат, потом будет интересно послушать. Как же избавиться от ситуации, да, когда герой получается слишком хороший или слишком плохой? Ну, можно использовать правило 60 на 40, и, в общем, я думаю, уже понятно, о чем идет речь, да, возьмите листочек, напишите наверху имя вашего персонажа и распишите все его черты характера, да, по принципу примерно 60 на 40, да, там, или 70 на 30. Если герой положительный, очевидно, позитивные стороны характера должны в нем преобладать, если отрицательный, наоборот. Это, конечно, такой достаточно, может быть, этот путь покажется слишком простым, примитивным, но мне кажется, что на первых порах он прямо очень помогает, очень помогает, и, может быть, вам этот метод тоже подойдет. Во всяком случае, вы будете уверены, да, что герой получается более живым, более сложным, какие-то отрицательные моменты у него тоже есть, даже если он хорош. Опять же, может быть, да, это будет про то, что начинает герой с 70 на 30, а заканчивает там со 100 процентами, да, отрицательности или положительности, может быть, и такое. Еще одна стандартная ошибка, и вот эта ошибка, с которой я не знаю, что делать. Опять же, очень интересно послушать вас, может быть, у вас есть какие-то идеи. Это очень распространенная ситуация, в том числе в удачных книгах, когда главный герой оказывается существенно менее ярким, чем второстепенные герои. Яркий пример такой ситуации это Гарри Поттер. Я, конечно, не имею в виду, что Роулинг написала так себе книжку, я очень люблю Гарри Поттера, но мне кажется, что сложно отрицать, что если пройтись по людям, которые Гарри Поттера читали, и спросить их, а какой у вас любимый герой? Абсолютное большинство назовут не Гарри Поттера. Это будет Северус Снейп, это будет Малфи, это будет Гермиона, очень частый ответ, это будет, не знаю, Люпин, Сириус Блэк, кто угодно, но Гарри Поттера самого называют достаточно редко, и мне кажется, что многие авторы с этим сталкиваются. Почему-то второстепенные герои получаются гораздо более яркими, гораздо более объемными, чем главный герой. Ну вот на самом деле я перед лекцией сидела и думала, почему, 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 и провела некоторую аналогию с тем, как это работает в реальной жизни. Условно, если я попытаюсь малознакомому человеку описать себя как личность за 5-10 минут, скорее всего, мне придется туго, потому что я буду думать, ой, ну у меня же есть вот там и такая черта характера, и сякая, и я бываю вот такой, и вот такой, как же мне про все это рассказать, да, это очень сложно, и в результате, скорее всего, в общем, будет сбивчиво, и получится гораздо хуже, чем если меня попросят рассказать о каком-нибудь знакомом, да, или друге. Мне будет проще малознакомого человека охарактеризовать буквально несколькими словами, да, там, допустим, это помешанный на спорте, очень добрый, но там может быть не очень интеллектуальный человек, а это очень интеллектуальный, эмоционально отстраненный, там, не знаю, человек, который все время одевается в черное, ну, грубо говоря. Обычно второстепенные герои конструируются именно по такому принципу, а вот когда мы прописываем главного, нам кажется, что в нем должно быть все, и в результате вот это вот стремление вложить в главного героя все сразу приводит к тому, что он размывается и в конечном счете оказывается существенно менее ярким, чем второстепенные. Возможно, это так хорошо работает в случае с второстепенными, потому что вот этот путь от шаблона к личности, он очень хорош в конструировании персонажа. То есть мы изначально берем какую-то краткую характеристику, какой-то список черт характера, а потом по ходу истории этот шаблон сам начнет постепенно развиваться, наращивать на себя какие-то привычки, какие-то дополнительные черты характера. Возможно, если попытаться строить главного героя, по тому же принципу получится лучше. Я не знаю, опять же, очень интересно ваше мнение узнать. Ну и еще две важные мотивации, ой, извините, важные ошибки, важные ситуации, это отсутствие мотивации и отсутствие роста. С мотивацией, ну здесь путь один, героям мотивация нужна. Мы уже говорили про цель, и в общем, действительно, у героя обязательно должна быть какая-то цель или несколько целей, и читатель может не знать цель героя. Вот, например, в «Игре престолов» персонаж Петиры Бейлиша, Мизинца, там никто толком не знает, чего он хочет, но это делает его самым интересным героем. Но мотивация, которая может быть загадкой для читателя, все-таки не должна быть загадкой для автора. Когда мы пишем историю, мы знаем, чего персонаж хочет, какого результата он хочет добиться. Если мы этого не знаем, скорее всего, история начнет рассыпаться. Про отсутствие роста тоже интересно. Предполагается, что герой, проходя через путь изменений, должен как-то в конце преобразиться. Говорят, например, про положительные арки, когда герой вначале был таким себе скромным хоббитом в норе, а потом в конце пришел к чему-то гораздо более значительному. Это, например, Пиппин и Мэри, которые потом возвращаются в хоббитанию в блеске славы героями, и они изменились, у них такая достаточно стандартная положительная арка. Бывает арка отрицательная, когда у нас вначале был славный парень Энакин, а потом, ну, сами знаете, что с ним случилось. Или не знаете, но я надеюсь, что знаете, и опять же, я вам ничего не заспайлерила. Но существует с другой стороны такая штука, как горизонтальная арка. Это когда у нас герой не меняется от начала книги к финалу, он все время примерно одинаков, но это именно что фича, а не баг. То есть, это должно быть так. Например, в случае с ведьмаком. Ведьмак, он все время в плане характера примерно одинаковый, но ему и не нужно меняться, потому что мы читаем серию про ведьмака как раз потому, что герой нравится нам таким, какой он есть, и потому что для того, чтобы проходить через приключения, ему, в общем-то, и нужно оставаться таким, какой он есть. Хотя некоторые трансформации и в его характере на самом деле происходят. По поводу того, сколько персонажей нужно, с чего начинать, мне кажется, что современная мода на большое количество фокальных персонажей может играть злую шутку с автором, если он пока что не работал много с крупной формой, и вот по моим ощущениям, больше трех центральных лучше не брать, потому что будет очень сложно справиться, потому что текст может начать рассыпаться, выходить из-под контроля, поэтому, мне кажется, 2-3 это оптимально. При этом важно обязательно прописывать не только главных героев, но и второстепенных, то есть второстепенные персонажи тоже должны иметь характеры, развитие, цели. Кому-то бывает удобно делать на персонажей досье, то есть, например, карточки, где вы пишете имя персонажа, какую-то краткую биографию, расписываете его сокровища, недостатки, цели и вот это все, и потом, в случае чего, к этой картотеке можете обращаться. Ну, в общем, действительно, можно делать и так, но мне кажется, что очень полезно, если в этой картотеке реально будут не только главные герои, потому что второстепенные персонажи, они действительно часто становятся даже более любимыми читателям, чем центральные, и с ними тоже можно себя отождествлять, да, в общем, чем более детально прописаны все персонажи в тексте, в том числе и второстепенной, тем больше вероятность, что читатель найдет себе проводника и сможет себя с этим проводником отождествлять. Есть много приемов, да, которые помогают в работе над персонажами, над героями. Один из этих приемов это использование архетипов. Наверняка, вы не раз слышали это слово, наверняка, большинство, или, может быть, даже все знают, что оно означает, да. Архетипы, некоторые типажи, которые берут свое начало, в общем, еще в мифах, да, и которые нам очень хорошо знакомы. Есть очень много классификаций архетипов, вы можете использовать любую, да, которая вам нравится. Это может быть, там, не знаю, работа того же самого Пропа, которую я сейчас приведу в пример. Это могут быть книги Воглера, например, очень хорошая книга. Это могут быть архетипы Таро, да, в общем, любой вариант хорош, потому что архетипы действительно очень хорошо работают, да, когда у нас у персонажей есть ярко выраженные архетипические черты, это хорошо будет работать на читателя, потому что читатель с этой историей уже знаком, и, скорее всего, ему хочется услышать ее снова, да, как известно, сюжетов всего три, вот, и они все время повторяются, ничего нового мы в этом плане особо не придумаем, но мы можем очень здорово рассказать эту историю еще раз, да, она уже рассказана, но мы ее так расскажем, что читателю она снова понравится. Так вот, тот же самый Проп, да, какие архетипы выделяет он, да, герои, которые функционируют в любой истории, он их выделял изначально для волшебной сказки, для фольклорного жанра, но в авторских произведениях тоже хорошо работает. Это, во-первых, герой, я вот здесь привела примеры из Гарри Поттера, как такие самые наглядные, герой, да, без страха и упрека, который приключается, проходит через разные злоключения, и в конце оказывается вознагражден, в случае с Гарри Поттером понятно, что это сам Гарри Поттер. Антигерой, Волан-де-Морт, и здесь Роулинг очень крута, да, потому что в ее серии антигероев много, это и Волан-де-Морт, это и в какие-то моменты Профессор Снейп, это Долорес Амбридж, который многие ненавидят гораздо больше, чем Волан-де-Морта, это, например, Люциус Малфу, его сын Драка и так далее, и так далее. То есть, много, в общем, всяких злодеев разного уровня, с которыми героям приходится сталкиваться и сражаться. Еще один, кстати, злодейский архетип это тень. Тень мелковат для глав злодея истории, но характеризуется он тем, что очень завидует главному герою и старается всеми возможными способами насолить ему и украсть его жизнь и в прямом, и в переносном смысле. Вот в случае с Малфуем, главным школьным неприятелем Гарри, так это и работает. Драк очень завидует славе мальчика, который выжил, и это вот такой достаточно типичный ценевой архетип. Царевна, пассивный, инертный персонаж, который прежде всего нуждается в том, чтобы быть спасенным, это такая царевна в башне, и опять же у Роулинга этот архетип работает очень прикольно, потому что во второй книге это Джинни, Гарри спасает ее из тайной комнаты, но к последней книге Джинни очень прокачивается, она уже сама становится достаточно активным героем, который может кого-нибудь спасать. Ну, тут, в принципе, мнение у фанатов расходится, может быть, не все со мной согласятся, но тем не менее попытка изменения вектора характера и преодоления вот этого архетипа, она явно есть. Герой-помощник, ну, например, Рона Гермиона, это герои, которые сопровождают главного героя, помогают ему проходить через приключения. Герой-отправитель, тот, кто отправляет героя в дорогу и говорит «Вперед, ты волшебник, Гарри, отправляйся в Хогвартс». Ну и, наконец, даритель, да, это персонажи, которые по ходу произведения возникают для того, чтобы подарить герою какие-нибудь важные артефакты, которые ему пригодятся потом по ходу дела и так далее, и так далее. Ну, например, в случае с примером про Гарри Поттера, раз уж я взялась именно его раскручивать, это тот же Дамблдор, который дарит Гарри Мантию-невидимку. Ну, потом мы узнаем, что он дарит, вначале непонятно. Но здесь есть важное правило, и вы наверняка уже увидели на примере Роулинг, как это правило в идеале должно работать. Используя архетипы, всегда нужно делать шаг в сторону. То есть, что имеется в виду? Если вы перенесете архетип в текст в том виде, в котором он существует на протяжении многих веков, это вряд ли заинтересует читателя. Хотя, опять же, мне здесь все время приходится осекать себя и говорить, есть люди, у которых это сработало круто, есть люди, которые делают то, что я там классифицирую как ошибку, и у них это срабатывает наоборот как фишка. Да, бесспорно, есть правила, нужно знать в том числе для того, чтобы их нарушать и нарушать красиво. Например, какой-нибудь там Властелин колец, он по большей части весь построен на архетипах, и это делает его таким великим монументальным произведением. Но в случае с Гарри Поттером все так здорово работает, в том числе потому, что все архетипы, большинство архетипов ломаются, в них есть что-то, что их лишает этой архетипичности. Гарри Поттер вроде бы герой, который должен идти без страха и упреков вперед, но он очень много сомневается, он не хочет быть героем, его это тяготит. Джинни, вот пример пассивного, инертного персонажа, который потом меняется. Рона Гермиона, очень яркие, которые постоянно вынуждены принимать какие-то собственные решения и часто затмевают главного героя на пути. В общем, в конечном счете получается, что именно вот такое отступление в сторону, придание каких-то новых интересных черт и делает героев такими запоминающимися. Или вот, например, еще один пример из той же книги, это Север Снейп, вроде бы, ну, такой достаточно архетипичный чувак, предатель, перевешечек, про которого до последнего непонятно на чьей он стране, а потом становится понятно. Окей, это было в текстах 300 раз, но все в восторге от Снейпа, ну, многие, во всяком случае, в восторге от Снейпа, потому что Роулинг добавила ему такую очень яркую черту характера, да, он предан женщине, которую он любил всю жизнь, несмотря на то, что этой женщины уже много лет нет в живых, ее память, да, память о ней для него важнее, чем собственная жизнь, и это действительно очень яркая и сильная черта, которая меняет восприятие образа, и многие читатели прощают ему за это даже очень какие-то нехорошие поступки, да, что он там издевается над детьми в Хогвартсе, да, что он откровенно плохой учитель, который вообще себя ведет непрофессионально, все это неважно, да, потому что у него есть вот эта прописанная ему великая любовь. Что касается антуража, сеттинга и мира, здесь, мне кажется, главное правило примерно такое же, как и в случае с архетипами. Если мы идем от чего-то знакомого, нам всегда нужно делать шаг в сторону, то есть, условно, если мы прочитали про какую-нибудь классную долину гейзеров, плюющихся кипятком, и захотели перенести ее в свое произведение, ну, почему бы не заменить кипяток на какую-нибудь сонную пыльцу? Почему бы не заменить гейзеры на каких-нибудь живых существ, которые изрыгают кипяток, да, и очень опасно, потому что перемещаются все время, и на карте не получается разметить, где может выстрелить. Тогда становится интереснее, да, то есть, можно реально вдохновляться реальным миром, это очень распространенный совет, почитайте про интересные формы правления, да, их в мире действительно существует огромное количество, и мне кажется, что это правда хороший совет, но только в том случае, если автор будет всегда делать шаг в сторону. Следующий момент, это детальность проработки, мира, и вот это такой серьезный камень преткновения, потому что сначала я хотела сделать слайд с расписанным таким досье, да, на существующий мир, про то, что именно мы можем детально придумать, что вот у нас здесь есть какие-то народы, у них есть у всех внутренняя политика, они между собой как-то взаимодействуют, у них есть внешняя политика, вот флора, вот фауна, вот религия, и прочее, прочее. И я знаю, что некоторые авторы так и делают, и у них это хорошо работает, но конкретно для себя я могу сказать, что для меня это работает очень плохо, для меня это работает ровно противоположным образом, ну вот приведу пример, в какой-то момент я прямо помню, я была в отпуске, и я плавала в море, и вдруг мне пришла в голову, как мне показалось, просто потрясающая идея, очень интересный мир, интересные герои, интересная история, в общем, я выбралась как можно скорее из воды, прибежала на лежак, такая, ну все, сейчас у меня была с собой 48-листовая тетрадка, и я весь отпуск писала в эту тетрадку, что там, окей, здесь вот живет такая народность, у них вот такие правила, вот такая религия, вот такая форма правления, а вот этих вот так. В общем, к моменту, как я вернулась домой, у меня вся эта тетрадка была исписана, и придя домой, я взяла эту тетрадку, положила ее в шкаф, и я больше никогда ее не доставала, я никогда не вернулась к этому миру, никогда не вернулась к этому сюжету, я не знаю, может быть, это изменится, но мне не хочется, и это ведет к тому, опять же, это мой опыт, да, и возможно, у вас это будет поработать как-нибудь по-другому, может быть, вы как раз из тех людей, которым будет комфортно прописать все во всех подробностях, да, знать, как называется там каждый цветочек, каждое животное и прочее, и вам так будет спокойнее, но лично для меня история нуждается в воздухе, ей нужно какое-то пространство для того, чтобы в этом пространстве развиваться, поэтому, наверное, это можно выяснить только эмпирическим путем, да, только путем эксперимента, попробуйте делать это самостоятельно и посмотреть, как вам будет комфортно, вам нужно заполнить, да, там, условно, вот эту карту на 60%, вам нужно ее целиком заполнить, или, может быть, вам нужно только отдельные точки наметить, а дальше оно будет само достраиваться, потому что лично для меня самое большое удовольствие, ну, может быть, не самое, но одно из самых больших удовольствий, да, от процесса творчества, это как раз ситуация, когда я пишу историю, и у меня изначально были намечены какие-то вешки, да, там, здесь живут вот эти, здесь живут вот те, здесь вот такое делается, а про остальное я не знаю, и я чувствую, что мир становится живым, что все начинает как-то увязываться между собой, и вот эти незаполненные лакуны начинают заполняться опять же самостоятельно, да, то есть я думаю, окей, там, племя А должно с кем-то враждовать, А, ну, конечно, с племенем Б, я же его уже отдельно придумала, и это так логично, то есть мне кажется, что это вот как раз самый интересный момент, когда возникает щелчок, да, что-то входит в паз, и мы понимаем, что мир работает, он сам мне уже подсказывает, да, или он сам вам подсказывает, что здесь должно быть, кто здесь должен появиться, и, ну, вот лично мне, чтобы было интересно, чтобы было приятно, чтобы было драйвово, да, мне комфортнее какое-то вот это пространство оставлять, да, поначалу придумать только что-то, что необходимо, основное, а дальше достравить по ходу дела, но, конечно, есть важный момент, это я сразу так к шестому пункту перехожу, не очень складно вышло, но тем не менее, очень важно, что есть вещь, которую нужно придумать четко, максимально четко, это фандопущение, да, то есть это то, на чем держится конкретный мир, например, хроники хищных городов, Филиппа Рива, да, там все держится на том, что у нас есть постапокалиптическая пустошь, на которой ничего не растет, земля опасна, и все города встали на колеса и охотятся друг за другом, звучит как дичь, тетралогия, на мой взгляд, потрясающая, во всяком случае, от первых двух книг я получила огромное удовольствие, да, или там, допустим, фандопущение вселенной Гарри Поттера в том, что существует мир волшебников, который живет неподалеку, да, от нас с вами по своим каким-то законам и правилам, и вот именно механику работы фандопа, да, то есть, если это магия, окей, как работает магия, как они между собой взаимодействуют, они от нас прячутся или не прячутся, магами рождаются или становятся, можно в этот мир проникнуть или нет, что будет с тем, кто проникнут, там есть бессмертие, если да, как оно работает, а во времени можно путешествовать, если да, как это работает, вот эти моменты, мне кажется, нужно правдумать очень детально, потому что это каркас, на котором все остальное держится, и если вот здесь есть какая-то неуверенность у самого автора, да, нет понимания, что здесь можно, а что нельзя, скорее всего, история будет и читаться, в общем, как-то так же, потому что могут возникнуть ситуации, когда, ну мы просто уже не сопереживаем герою, потому что мы знаем, что в истории может что угодно случиться, может прилететь, там, не знаю, голубой вертолет и унести его из-под носа у дракона, и все, ну и зачем сопереживать, если у нас нет четких условий, да, мы не знаем, как что работает, вспоминается пример, да, когда Роулинг очень раскаялась в введении в свою вселенную маховиков времени, да, потому что она их сначала ввела в третьей части, а потом поняла, что это было очень плохое решение, потому что эта штука сильно ломающая механику всего остального, это штука, которая вызывает слишком много вопросов, ну и поэтому потом, как известно, все маховики времени в министерстве были уничтожены, ну и еще важный момент, да, нужно подумать про целевую аудиторию, что я здесь имела в виду, ну, в принципе, если вы пишете для себя, то, наверное, можно не думать про целевую аудиторию, в общем-то, вы, наверное, если пишете не для себя, тоже можно не думать про целевую аудиторию, как-нибудь уже найдется, кто-нибудь, по-моему, книга понравится, но, тем не менее, мне кажется, что подумать о ней может быть полезно, условно, если вы пишете какой-нибудь фэнтези Young Adult или, наоборот, хоррор-фэнтези, стоит подумать над тем, что аудитория, скорее всего, воспримет позитивно, вот какие штуки ей нравятся, условно, тот же самый Хогвард, да, мы любим, потому что там так уютно и туда все время хочется возвращаться, несмотря на хаос внутри, да, и на то, как все работает. Можно придумать очень крутой мир, где все будет работать на какой-нибудь жуткой некромагии с отвратительными анатомическими подробностями, но, вероятно, если мы попробуем в такой антураж вписать какую-нибудь романтическую историю или, там, приключенческую историю для подростков, непонятно, пойдет ли это, непонятно, захотят ли это люди читать, непонятно, захотят ли это издавать, потому что человек, который хочет легкой истории или романтической истории, возможно, не будет готов к вот этой самой брутальной анатомической некромагии, но, может быть, брутальная анатомическая некромагия классно зайдет кому-то другому, и, может быть, в этот мир просто нужно поселить других героев и рассказать другую историю. Так что вот говоря о том, что стоит подумать про целевую аудиторию, я имею в виду именно это. Основные ошибки. Ну, даже вот здесь я решила на всякий случай пояснить, что, конечно же, есть авторы, которым удалось сделать эти ошибки своей фишкой. Первое. Слишком много информации о мире. Это то, что очень часто делают начинающие авторы в крупной форме. Периодически мне пишут ребята разных возрастов с просьбой почитать их рукопись, оценить, и если у меня есть время, я с удовольствием стараюсь помочь, хотя бы поначалу там посмотреть, оценить, помочь советам. И могу сказать, что это прямо очень повторяющаяся проблема, когда человек, видимо, заранее сел и расписал всё, как раз вот продумал карту мира, историю, как называются все цветочки-веселёчки, и теперь ему очень хочется об этом рассказать читателю. Ну, просто ужасно. Но проблема в том, что если вы реально хотите рассказать про все механизмы работы этих рас, про то, как они между собой взаимодействуют, про географию города, в котором они живут, про то, чем в этом городе пахнет, что там едят, то, возможно, вы чайный мьёвель, в принципе, но если вы не чайный мьёвель, да, нет, может быть, у вас это получится сделать офигенно, не менее офигенно, да, чем получилось у мьёвеля. Но с большой вероятностью это будет занудно, это будет скучно, это не будет интересно, потому что если текст сразу начинается с вываливания большого количества информации о том, как здесь всё работает, ну, это скучно, это просто скучно, потому что миров классных много, и, в общем, простое описание вряд ли сработает. Поэтому мне кажется, что информации не должно быть слишком много, уж точно её не должно быть слишком много сразу. Пусть она выдаётся дозированно, пусть она поступает понемножечку, да, в каких-то диалогах, пусть герой, чьими глазами мы знакомимся с миром, постепенно узнаёт. Так будет гораздо интереснее, да, и какие-то длинные отрывки, да, про то, что, не знаю, вот сейчас у нас герой куда-то бежал, и вдруг мы сделаем релическое отступление, чтобы рассказать о том, что он бежит по древнему капищу, которое было создано пару веков назад, вот таким-то человеком с такой-то биографией, такое реально бывает в текстах, и, ну, это работает плохо. Понятно, что это работает плохо, это работает на снижение динамики, на снижение темпа, и, скорее всего, это приведёт просто к тому, что человек это пролистает и, может, вообще не захочет дальше читать. С другой стороны, слишком мало информации о мире, да, это тоже может быть ошибка. То есть, если человек всё время в таком состоянии недоумения, потому что непонятно, что происходит, и его в этом состоянии недоумения оставляют, в общем-то, и в конце истории, но это, конечно, тоже нехорошо. Хотя вот «Королевская битва» к «Косюна-такаме» я привожу как пример ситуации, когда, наоборот, отсутствие информации о мире работает как фишка, и автор, в общем, сам не раз подчёркивает, что, ну да, мы ничего не знаем о том, что за пределами вот этого острова, ну, а нам, в общем-то, и не надо знать. Главное, к чему привело, да, это место, по каким законам оно там работает, ну, не очень важно. Собственно, «Голодные игры» я здесь привожу как пример кладиата, может быть, это не совсем корректно, я вообще неплохо отношусь к «Голодным играм», но, конечно, заявление Сьюзан Коллинс о том, что она не читала «Королевскую битву» и никогда о ней не слышала, ну, такое себе. Мне кажется, что это некоторым образом хороший тон, да, если вы придумали какой-то классный сюжет, первое, что нужно сделать, это очень хорошо погуглить, это расспрашивать друзей, которые читают книгу в подобном жанре, это посидеть на всяких форумах, нужно попытаться найти тексты, которые уже об этом написаны. Может быть, окажется, что это на самом деле не такие уж классные тексты, и, может быть, вы только уверитесь в том, что вы эту тему раскроете лучше, вы этот мир сделаете интереснее, но, по крайней мере, вы будете уже знать, что сделано, да, и это избавит вас от ситуации, когда вы будете повторяться. Представляете, как обидно, когда вот такая книга уже написана, и вдруг у меня такой случай был на одном семинаре, когда, в общем, коллега привез текст большой, и мы его все прочитали, участники группы, и когда мы его прочитали, мы поняли, что человек написал «Властелин колец», ну, то есть там есть гномы, только они называются не гномы, эльфы только они называются не эльфы, хоббиты только они называются не хоббиты, это кольцо всевластия, только это не кольцо, ну, то есть это все то же самое, просто называется по-другому, и человек, на самом деле, сам, в общем, удивился, потому что, ну, да, он понял, что действительно оно вот так вылезло, это нормальная ситуация, да, когда мы что-то очень любим, нам хочется к этому вернуться, ну, нет ничего зазорного в том, что оно вот теми или иными путями пытается проникать в наш собственный текст, просто важно попытаться это рефлексировать, да, и если уж мы это берем, то вносить что-то свое, вот «Справедливости радио» с Юзан Холлинз, да, идея про битву на выживание не нова, но она принесла в нее много своего, с этим спорить трудно. Ну, и еще одна очень важная история, да, это недостаточная обоснованность фанодопущения, и вот здесь я привела два текста в качестве примера, один, в котором, на мой взгляд, это работает скорее хорошо, это «Хроники хищных городов», а другой, в котором недостаточная обоснованность стреляет текст в колено, это «Рельсам Йовеля». Вот в случае с «Хрониками хищных городов», которые я уже упоминала, реально невозможно себе представить, как города могли бы ездить по пустошам и пожирать друг друга, но мир, который изображен, он настолько обаятельный, он настолько интересный, он настолько динамичный, он настолько живой, что ты читаешь и думаешь, да бог с ним, это так классно, окей, пускай города ездили, мне это нравится, что еще покажут. А вот, например, в случае с «Рельсами Йовеля» это такая книжка, как раз, насколько я знаю, он это позиционировал как Янка Далт, хотя он в разных возрастных категориях текста работает. Там все происходит в мире, который целиком состоит из, собственно, рельсов, и на землю ступать нельзя, потому что в ней живут всякие хищные гигантские кроты, разноцветные и всякое такое. Все ездят на поезда, и с этих поездов охотятся на этих гигантских кротов. Да-да, кротобои. И более того, такая непрозрачная отсылочка, прозрачная, точнее, отсылочка к Моби Дику. У всех капитанов есть какие-нибудь философии, и обязательно присутствуют навязчивые идеи по поводу того, какого именно зверя определенного цвета нужно убить, чтобы исполнить свое жизненное предназначение. В общем, звучит на самом деле довольно круто, но я сама бралась за текст с большими ожиданиями, но мне было скучно, мне было неинтересно, потому что, в отличие от хроник хищных городов, вот чего-то там не было, что заставило бы поверить в то, что это живое, что это могло бы хоть как-то работать. Вот настолько не представляются эти рельсы, и настолько не представляется этот мир вместе, что разваливается как-то оно. Так что я здесь возвращаюсь к своему первоначальному тезису про то, что фанодопущение — это каркас истории, и фанодопущение должно быть продуманным. Даже если это будет в формате «Хищные города ездят, потому что гладиолус», ну, автор объяснил подробно какие-то другие вещи, он придумал какие-то там другие технологии, он это дотянул чем-то еще. Следующий момент про сюжет. Я уже говорила, что обязательно должна быть история, которую мы рассказываем, и вот здесь, мне кажется, главный такой секрет успеха, главное, что нужно сделать, чтобы текст работал хорошо, это обязательно увязать сюжет, то есть последовательность событий в тексте, историю, которую вы рассказываете, с развитием героя или героев. Это как раз то, что называется аркой. Я это слово уже произносила несколько раз в течение нашего вебинара. Опять же, наверняка, многие из вас знают, что это такое. Арка — это, по сути, развитие героя и сюжета вместе. И есть ощущение, что это действительно очень хороший способ сделать так, чтобы текст лучше работал. Все мы знаем, что можно написать план перед тем, как писать книжку. Все мы знаем стандартные схемы композиционные, про то, что у истории есть завязка, есть развитие, есть кульминация, наивысшая точка развития конфликта, есть дальше какой-то момент спада, развязка, есть пролог, есть эпилог. Вот это все, чем у нас в школьной литературе учили. Но если вот вся эта прекрасная схема работает отдельно, а персонаж где-то там живет и развивается отдельно, это будет очень плохо работать. Но вот если мы достаточно заморочимся для того, чтобы продумать историю персонажа и развитие сюжета так, чтобы они работали в дуэте, вот это будет работать хорошо. То есть у вас есть какое-то событие в сюжете, подумайте сразу, как оно повлияет на героев, зачем оно нужно с точки зрения развития их характера. У героя там должно произойти какое-то существенное изменение, и это важно, замечательно, значит, нужно придумать какую-то классную сюжетную историю, какой-то сюжетный поворотный пункт для того, чтобы эта героя что-то давала. То есть не просто придумывать, что окей, герои путешествуют, ну, надо какое-нибудь приключение, давайте они в болоте увязнут, ну, потому что что-то же должно происходить. На самом деле, я без скепсиса, да, бывает, что герои реально должны дойти из пункта А в пункт Б, и не хочется писать об этом скучно, и реально есть необходимость рассказать про какие-то приключения. Окей, пусть это будет болото, но пусть это будет иметь какое-то важное значение для развития характера. Пусть один герой, например, тонет, а неприятный его вытащит и раскроется для спутников с новой стороны, или пусть кто-то, кого мы считали хорошим парнем, в это время будет стоять и рядом вот так тупить и смотреть. И окажется, что он на самом деле подлый предатель, не знаю, циник, социопат или бог вещит что еще. То есть это вот такая история, да, как когда мы в школе сочинение пишем. Если есть мысль, должно быть обоснование. Если есть цитата, должна быть какая-то характеристика, да, зачем эта цитата здесь была нужна. С сюжетом, мне кажется, главная фишка в том же самом, да, если есть какое-то событие, оно должно что-то значить для героя. Если герой как-то меняется, это должно быть обязательно сюжетно обусловлено. Ну и, конечно, еще, да, горстка литературы вечерских терминов, которые нам всем, в принципе, очевидны, да, обязательно, чтобы сюжет работал, ну, почти всегда, нужно, чтобы в тексте был конфликт, ну, без конфликта мы никак не обойдемся. Конфликт внутренний, да, то есть конфликт героя самого с собой. Конфликт внешний, то есть конфликт героя с другими персонажами или, например, с обществом в целом. А лучше, если будут оба. Чем больше конфликтов, тем лучше. Главное про них потом не забыть, да, и все их разрулить, ну, или хотя бы там по возможности. Хотя тоже бывает интересно, да, когда какие-то герои не решили конфликт, конфликт по весу в воздухе. Может быть, это как раз что-то даст сюжету. Может быть, на самом деле это задело для продолжения. Но чем больше конфликтов, тем лучше. Вот, например, даже те же хроники Нарнии, раз у меня здесь картинка из хроник Нарнии, пусть и пример будет из хроник Нарнии. У нас есть, да, там четверо детей, Питер, Эдмунд, Сьюзен и Люси, которые попадают в Нарнию. И есть внешний конфликт, битва с колдуньей, да, и кроме того, есть внутренние конфликты. Причем эти конфликты есть у всех героев. У нас есть старший брат Питер, который чувствует себя ответственным за других. Когда Эдмунд предает семью, да, первое, что говорит Питер, это я виноват, я не уследил за ним, я был к нему недостаточно внимательный, добрый. У нас есть Сьюзен, да, конфликт, который будет развиваться на протяжении всей серии книг, да. Она, с одной стороны, друг Нарнии, но, с другой стороны, она хочет взрослеть, она хочет быть привлекательной. И, ну, во вселенной в Юисе нельзя быть взрослой и привлекательной и продолжать верить в чудеса. Сыляви. Это такая штука, которая возмущает многих читателей, да. Вот у Нилы Геймана есть даже рассказ на эту тему, называется «Дилемма с Юзом». Но я не рекомендую его читать детям. И вообще никому не рекомендую его читать. Вот. Зря я его упомянула, но он есть. Должен быть, конечно, антагонист, да, и желательно яркий. Кто-то, кого мы будем ненавидеть всем сердцем вместе с героем, кто-то, кому мы будем противостоять. Должны быть испытания и трудности, и должны быть загадки, интриги, тайны. И возникает вопрос, как же добиться того, чтобы все это в тексте было? Увы, рецепт очень простой, да, и довольно очевидный. Много читать, анализировать то, что читаешь, да. То есть, читая какую-нибудь историю, начинайте привыкать, отслеживать, что вы чувствуете. Окей, вот здесь прямо захватило. Возвращаемся. Почему захватило? Как автор этого добился? Какие он использовал повороты сюжета? Почему мне было интересно именно здесь? Едем дальше. Изучать теорию. В принципе, есть такое распространенное в нашей стране мнение, да, что писательству нельзя научиться, и нет смысла. Ну, раз вы здесь, вы уже, видимо, с этой теорией не согласны, это клёво. Мне кажется, что теоретические работы, да, вот я привожу в качестве примера, Воглера, Пропа, Мэри Уэйланд с ее книжками про сюжеты, про построение арки, они скорее для сценаристов, но для писателей они тоже будут очень полезны. Это может помочь, потому что иногда какой-нибудь инструмент данный со стороны, это вот тот самый недостающий винтик, без которого ваш механизм не ехал. А вот кто-то это классно сформулировал, вы стали за этим сидеть, и он поехал вперед. Почему бы и нет? И, конечно, много писать. И еще больше читать, и еще больше писать, и еще больше читать, и еще больше писать. Здесь я согласна с Стивеном Кингом, да, это, наверное, единственный способ выработать собственный стиль, понять, как работает история, научиться чувствовать ее темп, очень много читать и учиться у других, у тех, у кого это уже получается, да, там, с тем или иным, с попременным успехом, и очень много писать, методом проб и ошибок действовать. В принципе, то же самое, это ответ на вопрос, что делать с языком, да, как улучшить свой стиль, как улучшить язык. Опять же, много читать, причем по возможности читать хорошие тексты, читать классику, читать классику, в том числе, да, там, фэнтезийную и фантастическую, читать очень качественную литературу, смотреть, как это работает. Время от времени читать плохие тексты, мне кажется, что это тоже полезно, читать и ловить себя в те моменты, где вас покорябало, поцарапало, где криво, смотреть, что именно с языком произошло, да, что это было воспринято вашим читательским опытом как однозначно не то. Возможно, читать критические статьи, ну, тут уже, может быть, моя филологическая, профдеформация, да, но мне чтение всяких статей про язык авторов, да, про их синдексы, про то, как именно они работают, да, то есть такой способ заглянуть на писательскую кухню мне местами был очень полезен. Опять же, много писать, много редактировать, да, причем вот здесь подсказываю, опять же, это не мои, мне посоветовали, но два способа редактировать, которые работают очень хорошо, и профессиональные писатели часто ими пользуются. Первое, это читать вслух, да, то есть прям брать свой текст и читать вслух каждое предложение. Очень много ошибок, которые не замечаются, когда читаешь про себя, вылезают, когда читаешь вслух, это правда. И второй вариант, это, может быть, даже замечали, извините, да, когда написал что-нибудь и хочешь прочитать, ну, не знаю, там, другу или еще кому-нибудь, и то и дело говоришь, ой, стоп, тут надо поправить, а потом, а, нет, извини, тут тоже надо поправить, короче, просто забей, я потом прочитаю. Вот. И второй хороший способ редактуры, читать обязательно с листа. Как минимум, одна из редактур должна идти с бумажного листа, не с экрана. Это какая-то магия, но это реально лучше работает. То есть у меня регулярная ситуация, что я отредактировала текст с экрана один раз, я отредактировала текст с экрана второй раз, третий, а потом я все это распечатала, и у меня все опять в красной ручке, потому что, вот потому что с экрана что-то не видно, потому что мы быстрее прокручиваем, потому что мы привыкли быстрее читать. Когда мы читаем с физического носителя, мы гораздо внимательнее смотрим на текст. Ну и, конечно, да, просить сторонних мнений, мнений людей, которым вы доверяете, и принимать их к сведению, даже если они говорят что-то неприятное. Может быть, они где-то неправы, может быть, они где-то правы, но в любом случае нужно прислушиваться. И очень полезная штука еще – это участие в конкурсах с системой самосуда. Может быть, вы уже участвовали, может быть, планируете. Да, это всякие конкурсы рассказанные, когда ваша задача – прочитать все тексты вашей конкурсной группы и оценить их, например, по фестивальной шкале, и через такой же суд проходит ваш текст, ну и дальше там победители проходят в следующий этап и так далее, и так далее. И мне кажется, что это очень полезно, потому что, с одной стороны, люди часто печалятся и говорят, ну вот, пришлось столько плохих текстов прочитать, то ли дело мой хороший. Но это-то как раз и полезно, потому что на примере других текстов, может быть, в чем-то слабых, можно увидеть, что плохо работает и попытаться в дальнейшем избегать этих ошибок у себя самого. Ну и, наконец, идея, да, пятый пункт в плане, и здесь я скажу просто – идея очень нужна тексту. Даже если это будет какая-то очень простая идея, да, вот я привела примеры в случае с «Голодными играми», ну, наверное, идею можно было бы сформулировать, как «Война – это плохо, после нее всем плохо, но иногда без войны не обойтись, так получается». Я долго думала про основной посыл Гарри Поттера, и в конечном счете все свелось к тому, что нет ничего сильнее любви, да, именно любовь оказывается сильнее колдовства и вообще сильнее всего на свете, именно любовь всю дорогу защищает главного героя. И мне действительно кажется, что если фанодопущение – да, это каркас, как я говорила, это скелет, то идея – это такое горячее, бьющееся сердце нашей истории, и даже если посыл изначально прост, он может обрасти очень интересными, захватывающими дополнительными смыслами. И мне кажется, что пресловутый вопрос, что же хотел сказать автор, все-таки должен иметь какой-то ответ, да, и даже если мы рассказываем приключенческую историю, мне кажется, в этой приключенческой истории должно быть что-то, что лично нас волнует, что лично нас трогает, чем мы хотим, может, повлиять на окружающую действительность, что мы хотим людям рассказать, что мы хотим до них донести, и читатели обязательно это ценят. Вот. В общем, как видите, все очень просто. Просто приключение на пять минуточек. Придумать интересный обоснованный мир, да, с обоснованным фанодопущением, проработать характер персонажей, не забыв про их мотивации, про то, что они должны как-то развиваться по ходу текста. Соединение первых двух пунктов, да, когда мы расписываем план сюжета. Язык, который, скорее всего, потребует многочисленных редактур, и все равно редактор будет ненавидеть вас. Ну и, конечно же, идея как двигатель истории. Много читать, много писать, верить в успех, и я уверена, что история обязательно сложится. Ну, может быть, у многих из вас история уже сложилась, кто-то, может быть, думает, но я очень надеюсь, что сегодня, может быть, прозвучало что-то новое или, по крайней мере, полезное, что поможет вам в будущем в конструировании ваших историй или в улучшении уже имеющихся. Спасибо вам большое за внимание. Здесь я, наверное, передаю слово. Яна, спасибо. Великолепно, чудесная лекция. Мне кажется, за этот час с небольшим информация, как, не знаю, на половину курса. Очень круто. И, да, вот небольшой бонус я озвучу. 10% мы дарим скидку по персональному промокоду Яны на эту лекцию сегодняшнюю. Обратите внимание, промокод действует завтра до конца дня, а потом превращается в пикбол. Поэтому желательно успеть. И сейчас мы можем переходить к вопросам. Я еще на всякий случай скажу, что презентацию завтра всем пришлют. Можно будет ее посмотреть. Она сохранит в разбитом доступе. Поэтому не волнуйтесь, все у вас останется. И у нас очень много уже благодарностей в чате. Спасибо, спасибо, спасибо. И, наверное, мы сейчас перелеснем слайд следующий, чтобы понять, ничего ли мы не пропустили важного из того, что рассказать. Перелеснем на следующий слайд. Вероятно. Скорее всего, там просто слайд с окошком вопроса, и что мы можем начинать уже озвучивать вопросы. Да, наверное, можно начинать. Я помню, да, что было так. Значит, первый вопрос из чата. Я его оптилеснула в самое начало. Чем фантастика отличается от всех остальных жанров? Это на самом деле вопрос с подвохом. Мне кажется, что это на отдельную лекцию, потому что постоянно идут споры и дебаты, что вообще считать фантастика, а что фантастикой не считать. И постоянно идут какие-то провокационные заявления, о том, что... Ну, вообще-то Булгаков и Гоголь — это тоже фантастика. Тем не менее, фантастика их не называем. Но вот лично я за синтез жанров, и я вообще за то, что существующая система жанровая, она очень сильно устарела, и она нуждается в пересмотре, потому что у нас есть, с одной стороны, ситуация, когда мы знаем, что жанры — это роман, рассказ, отчерк. Ну, вот то, что нам рассказывают в школе, то есть больше про форму. А с другой стороны, у нас есть куча штук, типа научная фантастика, фэнтези, детектив и так далее, и мы всё это привыкли тоже жанрами называть, хотя получается, что это вообще две какие-то разные классификации. Мне кажется, что, наверное, в широком смысле можно сказать, что любой текст, в котором есть что-то необыкновенное, что-то, выходящее за рамки известной нам реальности, это фантастика. И, наверное, при таком определении у нас там и магический реализм, и научная фантастика, и фэнтези, и мастера Маргариты, упомянутый, и нос Гоголя, получится, что это вроде как фантастика. Наверное, мне это определение близко, потому что мне вообще кажется, что за такими текстами будущее, что чистой воды реализм сейчас очень мало кому интересен, и если посмотреть, например, по текстам, которые, допустим, выигрывают крупные литературные премии, типа «Большой книги», это видно, потому что чаще всего выходят в финал и оказываются высоко оценены читателями и членами жюри именно тексты, в которых происходит что-то странное. Там все может быть достаточно реалистично, но потом обязательно вылезет что-то странное. Поэтому, ну да, наверное, я скажу, что фантастика — это текст, в котором вот это необыкновенное в том или ином виде есть. А вот дальше какой там будет процент, к чему мы это скорее отнесем, уже в какой-то такой подклассификации, это уже будет следующий вопрос. Я вот абсолютно согласна. Мне вообще кажется, что какую бы историю вы ни писали, в любом случае было бы классно научиться туда, вставлять какие-то элементы фантастического. Ну, может быть, не обязательно это прям пригодится, но поучиться классно. Следующий вопрос. Может быть, и не ошибка, если в тексте есть несколько любимых, а не только главных героев? Так, секундочку. Да, я тоже читаю. Да, нет, мне кажется, что это вообще не ошибка. Мне кажется, это классно. Я, может быть, просто не очень хорошо сформулировала. Я скорее имею в виду, что интересно, что главный герой часто оказывается в тени второстепенных. В принципе, вот, может быть, это на самом деле не ошибка. Вот как пишут в чате, да, что Гарри — это скорее функция, чем живой человек. И, наверное, так оно и должно быть. Вот. Наверное, так оно и должно быть. Вот. Так что, нет, я согласна. Это не ошибка. Мне кажется, чем больше будет любимых, тем лучше. Вот, например, как у Джорджа Мартина это классно работает, да, когда ты читаешь и... Когда он всех убивает. Да, когда он всех... Но зато как мы за ним переживаем ужасно. Да. Конечно, мы знаем, что в «Агре престолов» лучше никому не привязываться. Но, тем не менее, это очень здорово работает, что... Ну, я помню, что когда я читала, у меня было там буквально парочка героев, чьи главы я... Ну, я не прористовала, конечно, но я читала так. Скорее бы к любимым перейти. Но любимых тоже было очень много, и я понимала, что даже если он кого-то из них порешит, но у меня другие любимые останутся. Да. Следующий вопрос. У меня сложности с подбором качеств. Иногда они противоречат друг другу. Как лучше выполнить эту задачу, подскажите, пожалуйста. Да, это хороший вопрос. На самом деле, я когда говорила, я подумала вот как раз об этом, что когда мы просто выписываем на листочке, качества действительно иногда начинают конфликтовать. Что мне приходит в голову сходу? Первое, это попробовать написать какой-нибудь текст с получившимся героем. То есть, условно, если вы придумали героя для крупной формы, но характер разваливается, и есть ощущение, что что-то не клеится, попробуйте написать с ним какую-нибудь маленькую сценку. Написать там, не знаю, о том, как он там с родителями ругается, или там с драконом борется. Ну, в общем, вот что-то такое небольшое, и посмотрите, пощупайте, как он будет себя вести, как он будет функционировать с учетом того, что вы уже в него вложили, что сработает, а что не сработает. И, может быть, вот подобные маленькие зарисовки, маленькие отдельные эпизоды, они вам помогут. Вы поймете, какая черта выпадает совсем, от чего лучше отказаться, а что, может быть, стоит добавить. И потом уже на основе вот этих черновиков можно будет вернуться к тексту, который вы, собственно, замышляете, который вы хотите взять. А второй совет, который мне приходит в голову, можно попробовать посмотреть на реальных людей. Это, конечно, некоторый чит, но мне кажется, что это хорошо иногда работает. То есть условно, если у вас есть какие-нибудь, ну, опять же, да, очень условно, три качества, которые классно работают в связке, а дно выпадает, но вам очень хочется, чтобы оно было, может быть, посмотреть на каких-то живых людей или героев с похожими качествами, уже придуманных кем-то другим, посмотреть, как это у них работает. Может быть, вы там найдете какие-то средства, как вот это с чем-то взять. А может быть, это уже третья мысль, которая у меня сейчас возникла, может быть, как раз можно сделать противоречивость фишкой, что вот действительно это не клеится, и герою самому от этого некомфортно, и окружающим некомфортно, всем некомфортно, короче говоря, и может быть, это как раз станет какой-то его изюминкой, что он весь такой ничьевый. А почему сюжетов всего три, и какие они? А, это я процитировала Борфиса, я боюсь сейчас соврать, но он, в общем, шутил, что есть всего три сюжета. Первое — это, значит, человек пускается в путешествие, второй путник-незнакомец появляется в городе, а третий, боже мой, то ли строительство города, то ли война. Вот это, конечно, стыдно. Вы погуглите, пожалуйста, если вам интересно. Вот это вопрос о том, зачем читать теорию и первоисточники. Да, очень важно. Следующее. Могут архетипы заключаться в одном герое? Классный, да, классный вопрос. Мне кажется, что могут. Мне кажется, что могут, и, наверное, это как раз очень интересное решение. Ну, это как в каком-то смысле, мне кажется, в случае с Джинни, вот то, что я привела в пример, когда путь героя через историю, он как раз может заключаться в переходе от одного архетипа к другому. Но мне кажется, что и два архетипа, которые единомоментно в герое уживаются, это может быть очень интересно. Это как раз к предыдущему вопросу про противоречивость, да, про то, что это может быть какой-то очень классный герой, которого, например, всю жизнь растили как воина и такого типичного героя-приключенца, а он в душе трикстер, и ничего не может с этим поделать, ему хочется всех обманывать. Ну, грубо говоря, да, я там сейчас на ходу что-то придумываю, но мне кажется, что это как раз может быть очень классной основой для построения характера, если это будут разные архетипы, если мы там всю дорогу думали, что общаемся с отшельником, а потом оказывается, что это не отшельник, а император, там, например. Да, извините, там просто дальше написано, что когда пропишешься заранее, есть ощущение, что всё уже случилось, история закончена, я с этим так согласна, действительно. Да, да. А зачем мне теперь этим заниматься? В моей голове всё уже произошло, мне теперь неинтересно. У нас, к сожалению, время ограничено, поэтому я не успеваю всё зачитывать, хотя есть очень интересные комментарии, но мы поправимся хотя бы на вопросы ответить как можно больше. И следующий вопрос. Что значит сокровище, характеристики героя? Ещё раз объяснить просят. Да, сокровище — это всего-навсего какие-то положительные черты героя, которые заставят читателя расположиться к нему. Вот. То есть какие-то его особые навыки, черты характера, может быть, то и другое. Так, дальше у нас идут просто благодарности, благодарности, благодарности. А вопросы? Вот, вопрос. Что делать, если посередине сюжета стопор? О, какой хороший вопрос! Я тоже думаю, что делать в такой ситуации? Страдать! Но на самом деле, мне кажется, здесь у каждого свой способ решения. Вот мой способ решения, может быть, он вам не подойдёт, я обычно переключаюсь на другой текст. Я почти всегда пишу два текста одновременно, причём параллельно. Причём я стараюсь, чтобы это были какие-нибудь разножанровые тексты, чтобы, если у меня наступил затык в одном, можно было переместиться в другой. Иногда, это будет странная параллель, в общем, я училась играть на укулеле, и неделю не брала его в руки, и думала, что, ну, сейчас будет совсем кошмар, потому что ничего, ну, я всё позабуду. Но когда я его взяла в руки, внезапно оказалось, что я играю лучше, чем неделю назад. Я не знаю, это какое-то волшебство, но, видимо, что-то там такое происходит в мозгу, даже если мы не думаем. Что-то такое укладывается, и иногда получается результат лучше, чем если бы мы прикладывали усилия. Поэтому, может быть, ещё один хороший способ — это попробовать вообще отвлечься на несколько дней, вообще об этом не думать, о причине стопора, и потом вернуться к истории, может быть, перечитать сначала, посмотреть свежим взглядом, и, может быть, что-то сдвинуться с мёртвой точки. Ещё один хороший способ, ну, вот мне кажется, здесь опять же поиграть на архетипов, посмотреть на развитие, то есть подумать, окей, там, конкретно меня замкнуло, но если бы эта история развивалась в соответствии с законами архетипов, что бы должно было быть? Мне нравится то, что происходит, или, может быть, я хочу, чтобы это было по-другому, ну, и вот здесь, мне кажется, уже пойдёт какое-то пространство для развития, и, может быть, всё получится. Ну, в общем, я могла бы подумать, какие есть ещё варианты, но здесь, конечно, каждому своё, но вот я бы, наверное, просто переключилась на другой текст, отвлеклась. А, ещё один прекрасный вариант, обсудите с друзьями, вот, найдите себе какого-нибудь классного единомышленника, который будет читать ваши тексты, может быть, он тоже человек пишущий, и вы сможете читать тексты друг к другу, потому что вот у меня есть пара человек, просто святых моих, не знаю, хранителей, которые читают мои тексты, и они мне могут помочь, да, то есть если я спрашиваю там, вот там провисает, мне кажется нелогично, а ты что думаешь? Человек мне может честно сказать, да, там нелогично, а тут вообще что-то странное произошло, очень помогает. Вот мне кажется, что если вы найдёте себе такого героя-помощника, цены ему не будет, потому что обсуждение, ну, опять же, да, может быть, не всем подходит, кто-то хочет сидеть в своём мире в одиночестве, и никого туда не желает пускать, но если вы кого-то туда пустите, это может вам очень здорово помочь, потому что в обсуждении часто рождаются какие-то классные сюжетные повороты, которые сам, может быть, и не придумал бы, а так может помочь. Спасибо большое. Можете посоветовать крутую фантастику для детей восьми-десяти лет? Так, у меня скоро выходит, ладно, я не буду так делать. Я бы, наверное, посоветовала «Хроники на армии» и Льюиса, если ещё нет. Я бы посоветовала книжки Дианы Джонс, она очень крутая, она была ученицей Толкина и Льюиса, и по её книжке «Ходячий замок», например, Медзаки сделал свой мультик, и там есть ещё продолжение «Воздушный замок» и «Дом с характером». У неё чудесные книжки на этот возраст, они вообще замечательные в плане структуры и того, что она там делает в плане сюжета. Это просто невероятно. Я прочитала во взрослом возрасте, и это просто прелесть. Я посоветовала своей подруге, у которой дочка вот как раз примерно лет восьми, и они тоже с огромным удовольствием прочитали, вот, девочке понравилось, так что вот. А из новинок, например, я знаю, что в Альпине, вот там же, где мир спреях, вышла хорошая, очень переводная книжка «Щепотка магии» и продолжение там уже вышло. Очень-очень-очень такая она интересная, милая, свежая. Ну, больше для девочек, но вот тоже можно. Но тут можно много советовать, но вот первыми мне на ум пришли Льюис и Джонс, потому что я вспомнила себя в соответствующем возрасте, вспомнила, что мне больше всего понравилось, и вот как-то такое первое выбило. Спасибо большое. А следующий вопрос. Есть ли действия в реальном мире, но он видит по герою в полном чудес? Они происходят благодаря его способностям и вполне объяснимы. Это фэнтези или фантастика? Так. Это может быть, кстати, какой-нибудь сюрреализм или абсурд, да, или магический реализм, когда, например, да, в «Сто лет одиночества» Ремедиас прекрасный улетает в небеса, и никого это, в принципе, не смущает. Так что здесь много вариантов. Но если это именно объяснимо, потому что у него есть такие способности, и он не сразу понимает, что мир такой странный из-за его способностей, наверное, это все-таки скорее фэнтези. Потому что, если имеется в виду фантастика в узком смысле слова, то есть как научная фантастика, там должна быть какая-то штука, которая имеет теоретическое научное обоснование. А в этом примере, я так понимаю, что обоснования, видимо, нет. То есть это какие-то магические сверхъестественные способности, и тогда это все-таки фэнтези. Спасибо. Следующий вопрос. Одно дело расписать качество персонажа и создать досье, а как показать их и раскрыть героя в самом тексте, используя их? То есть одно дело схематично написать, насколько я поняла, а вот именно уже в тексте, как их проработать? Да, я поняла. Ну, мне кажется, что, наверное, нет смысла сидеть и думать, окей, я указал, что мой герой очень любит готовить, поэтому мне абсолютно необходима сцена, в которой всеобщее благосостояние будет зависеть от варки супа. Наверное, так делать не стоит. Мне просто кажется, что здесь единственный путь — это прописывая сцены с участием героя, все время держать вот этот имеющийся пул характеристик в уме и просто представить себе этого героя, как живого человека, вот как какого-то друга, который, не знаю, очень влюбчивый, любит готовить, остерный язык и там что-нибудь еще, и вот просто все время держать в голове эту сумму характеристик, каждый раз, когда он сталкивается с какой-нибудь новой ситуацией, вот, хотя герой с биполярным расстройством, я вижу, тоже, кстати, хорошая идея. Ну и опять же, мне кажется, да, что если это будут два каких-то отдельных эпизода, в которых герой будет демонстрировать противоположные черты характера, это тоже может быть фишкой, то есть если это вам зачем-то нужно. Вот, да, конечно, спасибо, осаду города, путешествия и самоубийство бога, вот что говорил Борхес, я перепутала с какой-то другой классификацией сюжетов, в общем, простите меня, но они имеют еще другие, а Борхес действительно говорил про осаду города, путешествия и самоубийство бога. Да, спасибо. У нас еще немножко заканчивается время, начинает, и я поэтому буду теперь, наверное, зачитывать самые какие-нибудь классные вопросы, но скажу про скидку только на курс, да, эта скидка дается только на курс «Магический сюжет», но у нас есть другие открытые лекции, и там на другие курсы скидка, и иногда приводятся еще всякие промокоды, именные в основном от наших лекторов еще других. Так, Яна, вопрос от Кати Бонть. Самый короткий и захватывающий рассказ в стиле фэнтези на ваш взгляд? То есть какой самый короткий и самый захватывающий рассказ в стиле фэнтези, и всегда ли самые классные рассказы в этом стиле должны быть многоатромными и длинными? Вот это интересный вопрос. Я прочитала его тоже и пришла в ужас, потому что я подумала, господи, что же мне рассказать, что же мне рассказать, какой рассказ выбрать? Я поняла, что я действительно довольно мало читала рассказов в стиле фэнтези, и что по большей части рассказов, которые я читала, читаю, это либо классика, либо реализм, либо что-то научно-фантастическое. И почему-то, не знаю почему, но в общем, почему-то фэнтези в малой форме у меня не очень идет. Скорее всего, я поняла, какой рассказ я бы назвала, это рассказ Нилы Геймана, но я ни за что не вспомню его название. Я могу его очень быстро погуглить на самом деле, просто название безумно длинное, и, может быть, я его сумею очень быстро найти. Но я не ручаюсь, что у меня это получится. Боюсь, что... На что я понимаю, совет по поводу как раз короткого рассказа, он приходит зимой Марины Суржевской. Мне кажется, это просто кто-то решил свой любимый рассказ. А, господи, любимые рассказы. Я вспомнила свой любимый рассказ в жанре фэнтези, это, пожалуй, «Бог с ним, с Нилом Гейманом». Мне очень нравятся рассказы Марины и Сергея Диченко в стиле фэнтези, очень-очень нравятся. И, наверное, на вскидку... Они будут читать у нас на курсе, если что. Да, это вообще, это потрясающе, это потрясающе. Вообще, мне кажется, что на Марины и Сергея Диченко просто необходимо, необходимо идти. Но вот мне, в первую очередь, вспоминается, во-первых, их рассказ «Верлена», во-вторых, их рассказ «Я женюсь на лучшей девушке в королевстве», и третий рассказ, это такое техно-фэнтези, просто офигенное, называется «Уехал славный рыцарь мой». Вот, да, пожалуй, рассказы Диченко, именно вот фэнтезийные. Странно, что они мне сразу не пришли на ум, видимо, из-за того, что я уже упоминала Геймана. Вот, да, наверное, назову их. Тут вопрос про цену. Я могу посоветовать зайти на наш сайт, вот, бэнд, вот этот логотип у нас, или кликнуть по ссылке, которую завтра вам пришлют вместе с чентацией, она кликабельная, просто там есть несколько тарифов, три тарифа, и можно выбрать удобную себе цену. А если у героя галлюцинации, и он живет в своем мире с фантастическими существами, понимая, что это все ему кажется, это что, фантастика? Мне кажется, что если ему все это кажется, это вообще может быть и, там, не знаю, ну, больше всего похоже на магический реализм. Особенно если эти галлюцинации все-таки как-то влияют на жизнь героя и на его, ну, и на какое-то его окружение, похоже очень, очень похоже на магический реализм. Я бы вообще подумала, что это может быть какой-нибудь хоррор. А может быть и хоррор, да, может быть триллер. Тут, конечно, от акцентов многое зависит. Если это какие-нибудь, не знаю, ему мерещатся жуткие существа, которые говорят ему убивать людей, то их может быть действительно и хоррор, и что угодно, да. Тут еще советуют короткие рассказы Рея Брэдбери. Он мне тоже, конечно, первым делом пришел. О, Брэдбери, да. Не знаю, наверное, он не совсем фэнтези, сейчас бы мы не назвали фэнтези. Ну да, тут фантастика приходит на ум. Да, у нас, по-моему, кончились вопросы. Если они еще есть, задавайте, мы еще несколько минуток можем поболтать, поотвечать. А я еще хотела спросить, Ян, я слышала такое мнение, что все-таки фэнтези – это все время некий цикл с продуманным миром, с одними и теми же героями. Это устаревшее мнение, как вы думаете, оно имеет право на жизнь. Так ли это вообще? Мне кажется, что все-таки скорее устаревшее, потому что то, что вы говорите, мне кажется, это очень похоже на характеристику какого-нибудь там эпического фэнтези или высокого фэнтези, когда вот у нас уже действительно есть набор устоявшихся архетипов, набор устоявшихся каких-то сюжетных функций, и вот все идет примерно одинаково. Но сейчас просто у нас есть такое разнообразие вот этих замок жанров, слэш-методов, слэш-направлений, и настолько можно много всего интересного и необыкновенного придумать, начиная от всевозможных панков, там стимпанк, киберпанк, какой-нибудь, не знаю, мэджикпанк, технофэнтези, и то, и это, и пятое-десятое, что, мне кажется, для развития истории и для развития характера тоже нет предела. Тем более вот тот же Джордж Мартин, да, и «Игра престолов» доказали, успех доказал, что брутальных, жестоких, неприятных героев, зритель, читатель тоже любят на самом деле, и тоже интересно за ними следить, и многое можно простить за крутую историю и интересный характер. Спасибо. И вот, наверное, это будет последний наш вопрос. Если бы вы сами попали в мир фэнтези, кем бы вы хотели там быть? Супер вопрос, по-моему. Слишком сложно выбрать, именно кем или куда хотела бы попасть, именно кем. В вопросе именно кем, кем бы вы хотели там быть? Я думаю, что я точно хотела бы иметь какие-нибудь магические способности, потому что это... Мне это в детстве хотелось настолько сильно, что я, честно говоря, до сих пор удивляюсь, что они у меня не проявились, потому что... Когда ты чего-то хочешь настолько сильно, странно, что это хоть как-то не проникает в реальный мир. Так что это точно было бы что-то связанное с магией, сто процентов. Ну а что именно, уже, видимо, зависит от конкретной вселенной, в которой я бы очутилась. Яна, вам пишут, что они проявились. А, спасибо. Вы волшебница. Вы создаете миры, между прочим. Мне кажется, что это оно. Спасибо. Спасибо большое всем. И мне было суперприятно. Яна, я очень рада знакомиться с вами. И мы обязательно будем звать вас еще. Я супер. Всем большое спасибо. Приятный вечер сегодня очень классный у нас. И до новых встреч. Мы вас любим. Приходите к нам. Всем пока. Спасибо большое. Всем пока. Было очень здорово. Спасибо. Счастливо. Счастливо.